Привет, ковбой! С вами Войс Ревус и просто канал об играх. Под двумя прошлыми роликами я заметил множество комментариев от людей, которые до сих пор не получили ключ на бету Гвинта. Это крайне плохо, я понимаю их чувства, ведь свой ключ я тоже так и не получил. Поэтому решил сделать небольшой обзор на 5 модов, которые модифицируют Гвинт в Ведьмак 3, делая его разнообразней, обновленней, доступней и даже интересней, что поможет скрасить время в ожидании релиза или заветного ключика. Кстати, еще это будет полезно для тех, кто только проходит Ведьмака, а также есть один очень интересный мод, который заставил даже меня немного побегать с ним и от души повеселиться. Начнем с самого простого. Торговец с картами. Ни для кого не секрет, что Гвинт это коллекционная игра, где для своей колоды карты нужно собирать. В Ведьмаке для этого необходимо закупаться обычными картами, посещая каждую таверну и каждого торговца, а более серьезные и сильные карты выигрывать у соперников. Но если вам это делать не хочется, или вы, например, играете второй раз на новой игре плюс и собирает все снова неинтересно, то Торговец с картами это мод для вас. Его можно найти в Велине, во Вроницах и купить все необходимые вам карты. И, наконец, получить полную колоду и наслаждаться Гвинтом без ограничений по тактике за неимением карт. Но если вы считаете, что покупать карты это не круто и нарушает сам канон коллекционной игры, то я бы посоветовал немного обновить внешний вид карт. Казалось бы мелочь, но глаз-то радует, а значит можно и удовольствие от игры получить немного больше. Подобного рода модов много и много разных. Самые популярные это, конечно же, те, которые меняют обычные арты на эротические. Что ж, на вкус и цвет, как говорится, но также есть и просто увеличивающие качество текстур или меняющие на альтернативные фанатские арты. С удовольствием поставлю себе пару таких модификаций. Кстати, есть модификации, которые не только меняют текстуры, но и добавляют обычным картам их вариации, которые почему-то были вырезаны из игры. Ссылки на некоторые подобные моды в описании, смотрите, выбирайте. Если моды охватывают разные карты, то они совместимы. Следующие два мода это уже самое, что ни на есть тяжелая артиллерия, которая меняет саму суть игры и даже ее основы. Gwint Deluxe версия 2.1. Модификация предлагает обновленный набор карт, делает старые карты более разнообразными и интересными. Множество карт и обилок было изменено. Автор провел часы, изучая Ведьмака, чтобы узнать больше о лоре и сделать карты и обилки более достоверными. Его цель сделать все карты более близкими к лору и добавить некий баланс фракциям. По сути, баланс при этом перелопатен полностью. Заходя в игру, даже неопытный гвинтовод сразу видит изменения. И что самое главное, ставя этот мод, можно подготовить себя к отдельной игре, ведь там тоже все изменилось. Слава богу, что о новых картах автор ничего не упоминает. Кстати, это, пожалуй, самый известный из меняющих баланс гвинта модов. И он даже есть на мод Games в русифицированном виде, с подробным описанием установки и даже описанием изменений. Так что дерзайте. Второй мод, меняющий механику гвинта, это гвинт плюс-плюс. И как я понял автора, это логическое развитие гвинт делюкс, но более глубокое. Основа аналогична. Изменены показатели и механики карт. Кроме более глубоких и обширных изменений, были добавлены некоторые дополнительные карты. Конечно же, автор этого мода также провел колоссальное количество времени, делая гвинт более каноничным. На свое личное усмотрение. Как вы знаете, я не большой любитель гвинта непосредственно в самой игре, так как это отвлекало меня от спасения мира. Но если уж мы принялись делать ребаланс гвинта, то лично мне гвинт плюс-плюс нравится немного больше. Но оба мода, безусловно, хороши. Начинать советую с гвинт делюкс. Попробовать, поиграть. Если вы фанат, то изменения увидите сразу. А потом можно попробовать и гвинт плюс-плюс. И уже на основе этого небольшого сравнения выбрать для себя наиболее оптимальный вариант. С удовольствием почитаю ваши комментарии касательно этих двух модов. Какой же из них лучше, какой каноничнее и какой лично вам понравился больше. Это будет интересно не только мне, но и полезно некоторым из моих зрителей, кто еще не определился с модом. Но двигаемся дальше. Нельзя сказать, что на гвинт в целом много модов. Да и большинство из них можно поделить на моды, корректирующие характеристики карт, или на моды, меняющие внешний вид. Хотя, существует и несколько других. Например, мод на изменение денежной ставки. По мне, так это читерство с баблом, которое интегрировано в игру хитрым, должен признать способом. Для тех, кто любит гвинт, ставки на самом деле, наверное, не так важны. Разве что опасение потерять все деньги. Для тех же, кто использует это в качестве способа заработка, то, вероятно, проще было бы просто воспользоваться консолью. Хотя, спорить не буду. В этом что-то есть. Но читерство с деньгами, это мелочь. По сравнению с самым последним модом, который я бы хотел сегодня озвучить. Он позволяет использовать любую карту в любой колоде. По сути, делая все карты нейтральными. Все, что остается, это выбрать любого лидера и собрать любую колоду. Да блин! Это как отмена необходимого уровня ношения брони, сервера с мультипрофессией в линейке или чертов год мод. Сущее читерство. Но именно в этом что-то есть, ведь гвинт открывается с новой стороны. И ты реально можешь засесть на несколько часов на создание и тестирование идеальной колоды без ограничений. Да и играть так отчасти интереснее. Как вы понимаете, именно этот мод, этой сборки, мне больше всего оказался по душе. Хотя с ним и стоит быть поосторожнее. Иногда он вызывает исчезновение карт. Будьте аккуратней и почаще сохраняйтесь. Надеюсь, это видео поможет многим из тех, кто еще не получил ключ на гвинт, немного развлечься в Ведьмак 3. А тем, кому самостоятельная игра понравилась меньше ее мини-версии, открыть внутриигровой гвинт немного с новой стороны. Кстати, пользуясь случаем, рекомендую подписаться на официальный паблик по гвинту. Там всегда можно узнать самую актуальную новую информацию по гвинту, по выдаче ключей, о новых патчах, этапах ЗБТ, о розыгрышах и куче другой полезной информации. А также подписаться на первый неофициальный паблик, посвященный гвинту в целом и Ведьмаку в частности. Мемчики и тематические видосики, а также много полезной информации. Ссылка есть в описании. Ну а на этом я, пожалуй, закончу на сегодня. Видео заслужило лайк, добротный такой лайк, а я подписку на канал. Пишите свое мнение в комментариях о том, что лучше, гвинт Ведьмак 3 или самостоятельная карточная игра Гвинт. Своё мнение прошу озвучивать аргументированно. А я свое озвучу в ближайшем подкасте. Увидимся именно в нем. И на этом пока, всем пока-пока.